Приветствую, друзья! В последнее время разные англоязычные блогеры просто массированно продвигают мобильный ЦАП Truefair Shio как в миру дешевое и при этом прекрасное по характеристикам и звукоустройство. Внутри там установлено целых два современных конвертера Cirrus Logic CS4398 с поддержкой почти всех самых современных форматов и довольно внушительной выходной мощностью в 150 милливатт на 32 Ом нагрузки. Что ж, друзья, будем с ним сегодня разбираться. Собственно, поехали! Пришел аппарат в маленькой коробке с изображением какой-то девочки и достаточно подробным списком технических характеристик. Внутри лежала инструкция, гарантийный талон, карточка с описанием этой самой героини аниме, а также небольшой Type-C кабель в матерчатой оплетке. Владельцам айфон, видимо, придется докупить переходник на Lightning или соответствующий кабель целиком. Ну а меня удивило лишь отсутствие переходника на классический уже USB для подключения к компьютеру или приставке. За корпус САП хочется исключительно хвалить. Мало того, что он выполнен на металлическом каркасе, так еще и на боковую поверхность нанесли материал, напоминающий грубую кожу. Что, как вы понимаете, полностью закрывает вопрос с чехлом. Он тут просто не нужен. Из функциональных элементов имеем индикаторный светодиод, качель регулировки громкости, Type-C вход и два выхода. Стандартный 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. Потребляет же девайс, на удивление, очень мало. На 5 вольт приходится всего 0,05 ампера, и это при выходной мощности в 150 мВт на 32 Ома нагрузки, которой без сомнения хватит как для внутриканальных, так и подавляющего числа полноразмерных наушников. Причем уровень громкости я редко поднимал выше 50%, то есть с очень приличным запасом. Из разрешений доступны максимальные на сегодня 32 бита, 768 кГц для PCM и DSD256. Поддержка МКА, увы, не заявлена. При работе аппарат незначительно греется, гарнитуру привычно уже не поддерживает, ну а в паузах я слышу абсолютную тишину. То есть все как и в других ЦАПах от серьезных производителей. По начинке известно немного. Лишь использованный внутри сдвоенный чип конвертер от Cirrus Logic CS43198 и выходное напряжение равное 2,4 в РМС в зависимости от выхода. Следовательно широкий выход здесь действительно балансный. Зато по софту нет ровным счетом ничего. А значит старые версии Windows могут аппарат просто не распознать, а в новых нет возможности пользоваться профессиональным ASIO интерфейсом. Только базовый в SAP. Благо он ничем не уступает ASIO. Для Linux, Mac, iOS и Android ничего подобного и не требуется. BitPerfect есть, да и прямой доступ к уровню громкости поддерживается. Все измерения проводил в разрешении 24 бита 96 кГц каждого из выходов на ЦП Иванда Космос. Где в обоих случаях получил примерно одинаковые результаты, за исключением естественно взаимопроникновения каналов. На небалансном выходе оно, как и положено, заметно выше чем на 4,4 мм. В остальном же мы получили практически идентичные графики АЧХ, шумовую полку на минус 155 дБ и прекрасный динамический диапазон. Искажения, что тоже логично, чуть ниже оказались на 4,4 мм. Интермодуляционные там на минус 130 дБ, а на 3,5 мм минус 119 дБ. В то время как гармонические на 4,4 мм оказались равными минус 126 дБ, а на небалансном выходе минус 116 дБ. В процентном соотношении это 10,00 против 24,00 процента. Впрочем, в обоих случаях это была оценка отлично. Технически просто превосходное устройство, тут даже спорить не о чем. Относительно же подачи Truffier Shivo мне показался довольно сочным, комфортным и очень музыкальным. Здесь нет сильного упора на разрешение, уровень прорисовки или техничности, однако звучит все слаженно, четко и достойно в плане отрисовки оттенков. Чувствуется, что основной идеей было выжать из этого малыша максимально взрослое комфортное звучание. Из-за чего баса здесь положили, как говорится, с горкой. Он, конечно, не особо хлесткий, но приятно обволакивающий и с неплохо читающимися текстурами. Серединке хватает выразительности и веса, а следовательно любые акустические жанры будут звучать предельно эмоционально и давать то самое ощущение погружения, что так ценят аудиофилы. Не то чтобы Шио мог потягаться с тем же SMSL DO200 МК2 и его усилителем H-O200, но схожие моменты у них все-таки присутствуют. Слушается, Шио интересно, особо высокие частоты не выпячивает и даже их не подчеркивает, что без сомнения играет исключительно положительную роль в данном ценовом сегменте. Дорогие наушники, которые действительно умеют передавать высокочастотные шлейфы, мало кто купит герои обзора, а с чем-то попроще лучше данный диапазон особо не акцентировать. Впрочем, все здесь на своих местах, но без лишней грязи, рези и сибилянтов. Да, натренированное ухо может уловить легкое подсвечивание в верхней части средних частот, но оно тут исключительно на пользу, поскольку усиливает разрешение и явно улучшает разделение инструментов. Стилистически я оценил Шио почти все имеющиеся в моей медиатеке направления. Здесь очень круто звучат джазовые композиции, фанк, рок и техно. Неплохо получается раскрыть разнообразные оркестровые исполнения, а также всякие концертные записи. Достойно звучит металл, танцевальная и не очень электроника, поп, блюз и все такое прочее. Естественно, здесь нет нужной для концертной записи идеальной прозрачности, нет и четкого разделения для металла, однако для своих 70 долларов это и так чересчур уж круто. Я бы сравнил эту модель с Айбаса DC06 или Шаналин Кио А2+, капельку, на мой взгляд, не дотягивая до Шаналин Кио А3. Что же касается и Ванда 9038D6K, Muse Hi-Fi M3 или и KTB03, это совершенно иной характер звучания. Последние больше уходят в нейтральность, четкость и текстуры, в то время как Шио больше про певучесть, мелодику и погружение в материал. Из наушников я бы рекомендовал к нему все максимально быстрое и техничное. Массы, глубины и объема у Шио естественно хватит своих, а вот немного поднять четкость, очертить границы и усилить прорисовку было бы в самый раз. Хотя с чем бы я его не гонял, всегда результат заметно превосходил мои ожидания. В данном смысле я полностью согласен с англоязычными блогерами. Герой обзора довольно таки универсален и просто превосходен по характеру. Такие слегка теплые тембры, с акустически правильным весом и уклоном в эмоции. Согласен, что все это сильно зависит от наушников, но за последний месяц я перебрал их, наверное, десятка-два и все всегда мне нравилось. Выбирая между ним и, например, устройствами Иванда, я бы выбрал исключительно героя обзора. Хотя в этом уже есть свои вкусовые моменты. Итогом мобильный ЦАП Truffier Shio буквально влюбляет в себя отношением к материалам, ему действительно не нужен чехол и при этом тактильно все просто превосходно. Порадовало наличие регулировки уровня сигнала, балансного выхода и чуть ли не идеальных результатов измерений. Технический аппарат просто бесподобен. Из минусов, назову отсутствие драйверов для Windows, выходной мощности можно было бы дать еще больше. Это при всем уважении к 150 мВт на 32 Ома нагрузки, которых действительно хватает. В целом чуть проще Shanling QA3, но куда дешевле и не менее круто в плане построения аудиального полотна. Очень харизматичный такой музыкальный девайс. Признаюсь, были у меня сомнения на его счет, но после почти месяца использования исключительно положительные впечатления. Для тех, кто ценит эмоциональность и мелодику, очень рекомендую. Однозначно достойный аппарат. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Truffier Shio. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok